Первенство в Владимирской области Третья группа, стыковые матчи за первое место Добрыня победитель третьей группы Абсолютный победитель 3-0 в обоих матчах Очень уверенная победа С нами главный тренер Иван Бабулев Вань, давай подведем итоги сезона Как все получилось, сложилось То, о чем мечтали два года Согласен, согласен Эмоций сейчас мало Они все после матча Все эмоции выплеснули Хотел сказать конкретно команде Киржачи Спасибо, хорошая, боеспособная команда Наверное, соперников таких не было у нас в нашей зоне Но скажу, уверен, да, обыграли То есть 3-0-3-0 Хорошая игра с нашей стороны То есть где-то надо было потерпеть Где-то надо было там свои качества показать Все это сполна мальчишки показали И, я считаю, достойно выступили И по делу Все по делу То есть заняли первое место в общем Во всей третьей лиге Слов мало Слов мало Но хочу сказать большое спасибо Вот за весь сезон Именно конкретно нашей команде Это те мальчишки, которые Со своей основной работы Приходят на тренировки И пашут там Приходят на игры и пашут там То есть они играют не за Я еще раз повторюсь Никто из них денег не получает Никто им даже Только воду Вот, только воду ребята получают после игры И все, им, им, они Это они Это все сделали они Они большие молодцы на самом деле Они играют не за деньги А за любовь к футболу Вот именно то, что надо Немножко проанализировали Да, подытожить все Как думаешь, готова ли команда Ко второй группе? Да, сейчас, если честно Я, в принципе, и перед сезоном говорил Что, в принципе, наверное, готовы мы Но сейчас даже думать об этом не хочу Мы сполна вдались в этот сезон Нам сейчас хорошенько хочется отдохнуть Отпраздновать нашу победу Да, то есть А дальше мы уже будем делать выводы Я считаю, что да, готовы Некоторые матчи мы смотрели Во второй группе Такой же футбол Ну, чуть сопернички Помастеровите Но, извините И у нас тоже будет подготовка специально То есть мы там будем Людей тоже других искать Усиливать постоянно нашу команду Поэтому Все Футбол все расставить на свои места То есть в третьей лиге мы сейчас были лучшими Да, пойдем во вторую И там посмотрим, что и будет Я сейчас не хочу каких-то бешеных там задач ставить Или еще что-то Но сейчас мы хотим только отпраздновать эту победу Очень хорошо Некоторые болельщики Добрыни И не только Добрыни Ждут момента, скажем так, пробуксовки во второй группе Когда не все будет получаться Говорят, что легко побеждать, когда все получается И не очень хорошо играется Когда что-то не получается, что-то не идет Да, именно вот этот момент про буксовки люди ждут Как ты думаешь, справится ли команда психологически? Команда психологически справится Это 100% Футбол это такая штука Бывают и удачи, и неудачи Но у нас сейчас такой хороший коллектив подобрался Ребята как бы ребята бьются друг за друга То есть они вне коллектива Вне коллектива разговаривают между собой Беседуют на равных То есть у нас может тот же человек, тот же Андрей Костриков Подойти, ему 28-27 лет Подойти к Андрюше Рябову К Андрюше Рябову, которому там 17 И нормально на равных с ними разговаривать У нас нет такого Я в основе, ты в запасе То есть у нас в каждой единице Мальчишке каждый нужен команде Про буксовки, возможно, может она и будет Мы будем подстраиваться Это новая лига То есть мы будем Там матчей больше То есть не 12, как здесь А там 11 только в первом круге То есть нюансов больше Сезон дольше То есть но мы будем к этому готовиться Мы уже знаем, к чему готовиться То есть мы не просто так команду делали Чтобы давай-ка в третьей лиге поиграем И все То есть мы хотим Мы дальше хотим Вторая лига не предел Мы не хотим там сидеть Мы хотим в первую Вот в Элиту Хотя бы в первую Владимирскую область Мы хотим туда Поэтому возможно будут пробуксовки Легко точно не будет То есть это очень длинный сезон Анализировать я его буду По следующему сезону соответственно То есть когда мы уже войдем в него А сейчас Хотим опять же Отпраздновать эту победу Хорошенько у нас сейчас Банька топится Ребята все очень готовы Довольны и радостны Самое главное Да был у меня вопрос такой Будет ли ивент по поводу победы Есть ребята Им было объявлено еще в начале сезона У нас там есть игроки Которые считали дни матча Считали когда уже начнется баня И Егор Крылов очень и очень Очень ждал этого момента И вот он наконец дождался Лишь бы он только свои силы не переоценил Не скуклился раньше времени А так Конечно вот Ребята играли Вот я вам говорю Вот премиальные за сезон Это вот баня На 4 часа Может 5 Как дальше пойдет Да Кирилл Романович Да Там уже будем смотреть Вань серьезный вопрос Говорили еще в прошлом сезоне О проблеме в центральной зоне Да Зона центрального полузащитника Сейчас нет Вани Кузнецова Влад Курлыков Ну наверное Не на 90 минут готов Так скажем Да А основная связка Дима Чванькова И Саши Кошкина Она все-таки Не молодеет Да И будут ли какие-то Просмотры в эту зону Будет ли как-то укрепляться Я могу сказать У нас в том сезоне Была проблема С центральными полузащитниками Именно с центром обороны Вот сейчас в этом сезоне Все более-менее Встало на свои места Все то же Ну все то Что хотим мы видеть Как люди действуют В центральной зоне Я если честно Не смотрю на возраст Мне без разницы Играет Кошкин Играет Курлыков Играет Субботин Мне понравилось Даже и Курлыков Субботин То есть они уже подтягиваются Они показывают этот уровень То есть где-то они Где-то в основе Где-то на заменку выходят Но они эту зону Центральную закрывают То есть они Нормальные свои функции Выполняют То есть я не прошу От них что-то сверхъестественное То есть то что люди могут А на том мы играем Соответственно Дима согласен К Диме вопросов В принципе нет То есть так как Этот человек готовится К матчам К тренировкам Он еще может играть Лет 5-7 Вторая молодость Да Я думаю что у него Как раз вторая молодость При том что Вот опять же Я говорил про Костерикова То есть Дима Ему 33 года Он старше меня Грубо говоря Он Я если честно Думал что Проблемы у нас будут Какие-нибудь с ним В быту Там в коллективе Нет Человек адекватный Вот за него Я бы его с собой В разведку взял Грубо говоря Вот так Я бы всю команду Взял Но вот Дима Один из основополагающих Игроков В этом сезоне Один из основополагающих Потому что все игры Он сыграл То есть он И забивал голы Он давал голевые передачи Можно будет по статистике Посмотреть Поэтому Да они не молодеют Да мы будем искать Еще игроков В эту зону То есть мы Не просто Вот у нас Кошкин, Чеваньков, Карлуков, Субботин Есть и Кузнецов Да На следующий год То есть это нас Все устраивает Нет Мы будем искать В эту зону Появятся мальчишки Интересные С удовольствием Будем рассматривать Но опять же Мы игроков не берем Что ты хороший игрок И пошли Главное чтобы человек Был хороший изначально А потом мы уже его Как его Кондиции И умения Добавим сами Футбольные Ну и последний вопрос О немножко О финансовом состоянии Не знаю К тебе Не к тебе Насколько финансово Команда будет готова К следующему сезону Потому что он будет больше Как ты сказал Длиннее До октября будем играть Будут более дальние переезды Там и Киржач Опять же И Юревпольский И Александров И практически все углы области И вопрос такой Рассматривать Или вариант участия В кубке области Сразу про кубок Скорее всего нет Еще не готовы Не готовы Как сказать Не готовы там Какую-то интригу завести То есть я думаю Что Ну грубо говоря По нашей команде Второй-то мы еще Нормально А если попадем Под первую какую-нибудь команду Ну получим так Нормальненько мы получим Поэтому смысла Не вижу заявляться По финансовой составляющей Мы будем решать У нас Если Я не знаю Если кто не знает То мы Только за счет своих средств У нас есть детские школы То есть из этих детских школ Мы спонсируем Мы спонсируем Как раз нашу основную команду Как сказать 5-7 месяцев У нас есть Мы если честно Не против Если у нас кто-нибудь Какой-нибудь спонсор Был взял Или еще что-то Но мы по-моему Одна из Не одна Наверное единственная команда В Владимирскую область Которая спонсируется Никем Грубо говоря Сами себе То есть мы сами Зарабатываем деньги Частные Да Мы сами вкладываем В этот футбол Потому что У кого не знаю Даже в третьей лиге Там район спонсирует Область кого-то спонсирует Все на автобусах приезжают Мы сели В машины Расселись Мальчишкам только на бензин Выдали Как бы и поехали То есть Я думаю что Возможно Может и будут проблемы Но мы этот сезон Спокойно доведем Я уверен Как бы у нас есть Эти финансы То есть мы заработаем денег И с командой Все будет нормально Тут Самое главное Вот Сердце уже Добрыня Ну Даже Может это и громко звучит Но в сердце Мальчишки готовы Готовы отдаваться полностью На поле Мы готовы За них Вкладывать Даже эти деньги То есть Все что мы вложили Они полностью оправдали То есть Поэтому Поживем Увидим Как там все будет Но я думаю Что проблем таких Глобальных не будет Мы спокойно доведем Это все Спасибо Вань С чемпионством Спасибо большое Красавцы Давай Все Волочка Убежал я